всем привет гостиница димит от класса время 7 утра доходит едем по набережной на базе руслан уже ждет меня заправился кофе пьем и выдвигаемся в березовск стоит вся заснеженная а сейчас вот так вот сделаем опа и такая красота ну все выезжаем на трассу поехали в березовск так 65 37 дизельное топливо стоят на выезде из тагила в сторону екатеринбурга на луколе вот уже рассвело салфетки у меня замерзли надо вот сюда на печку положить чтобы отогревались едем по икаду здесь у нас топливо стоит дизельная 65 37 на луколе время у нас уже получается 9 38 сейчас будем подъезжать городу березовске сосновый бор какой-то с правой стороны у меня что-то горло заболело так а мы в принципе в принципе уже на месте вот там вдалеке легковушечка куда выезжает нам туда свежий воздух здесь поворотничек сейчас будем оформлять документы и грузится погрузим все учета тут все я прям машин с утра машин прямо с утра ходу очередь на погрузку сейчас где-нибудь дойдем место где припарковаться и пойдем узнаем что и как посмотрите какая банда маленький синят и привет сколько у вас много и там еще вон двое бегут смотреть 1 2 3 4 5 5 6 7 и привет иди передай привет подписчикам подписывайтесь на канал молодец все вот угостить милос к сожалению нечем следующий раз обязательно вам привезу что не покушать 5 какой хорошие а как думаете трещинки и будут со временем вот здесь ну такой вот рисунок структура какая наверное полупается может и нет Илюха сказал качество хорошее водика 3 должны отходить стоим Руслан заехал во вторые ворота сейчас загрузится моя очередь снег начинается идти коллега тоже на погрузку стоит время у нас уже ошибки 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 время уже час доходит час пока прибрался тут маленечко пропали сосен провода вот тут вывел и ничего не торчало нигде полотона провод поменял потому что встроен в общем как-то так смотрите какая ангальная зона прикольная урал строй монтаж Руслан пошел куда-то снег повалил повалил снег все там под дровишечки видите ниже ряд вот тут вот с левой стороны все там можно как ли лавочку использовать как ли в принципе с другой стороны использовать можно под мясо нормально сколько интересно стоит так ну что оп заезжаем мы в цех номер 2 вот туда вот 5 прицепить чтобы все четко у нас туда зашло вот так вот вот ломаем 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 чуть выравниться а нет говорят нормально я забуктовал надо выравниться а у нас же есть блокировка нет нифига ладно ребят связь ну все заехал чуть-чуть на повороте забуксовал вот видите какие сваи их здесь делают так галоши мои опа галошеньки галоши так тут у них так тепло сразу тачка вся смотрите вы не стало о моска-то вся соснеженная вся оттает шугроби шугроби видите какие сваи вот арматура там скелеты там скелеты их делают а потом вон там видите скелеты а потом в них бетон заливают там соседние ворота они приезжают и вот получаются такие сваи сваи бывают двух типов во-первых они бывают разной длины бывают вот с такими видите какие они острие вот эта часть забивается в породу бывает получается сейчас покажу какие так в общем другая часть бывает они как бы с обоих сторон такие вот получается вот с двух сторон вот такие вот вот в Уфу идут с этой стороны такая и с другой стороны такая там у них почва позволяет вон видите скелеты поехали заливаться тут же они заливаются тут же там они сушатся свая готова от 4 до 7 дней она сохнет и все и потом вот готова потом грузится и уезжает по свояси такие дела ребята ладно что сейчас закидаемся да будем выдвигаться потихонечку смотрите затонировались окна сразу все темная тонировка в общем я все спросил какая информация вот там вот эти сетки делают видите там их прихватывают остальное делает автомат потом они едут формы формы заливают бетоном вот эта форма видите вот 8 часов делается одна свая вот там время у них есть видите а потом получается то что я потом сказал в диалоге что 3-4 до 7 дней она стоп ну как бы получается вот эта свая она сделана вчера она горячая прям прям горячая вот и вот она пока остынет пока она там высохнет все и вот они получается лежат эти сваи то есть какой-то у них видимо должен быть там регламент что на улицу не выезжать все и вот видимо там 3-4 там дня они лежат они по состоянию их смотрят если все четко все они отгружают вот я сейчас поговорил как лучше формы вот эти получается у них там тены стоят электрические тены по бокам и они вот их нагревают и они там изготавливаются вот такое производство а там видите вон там станок крутится это вот он эту проволоку заворачивает все в принципе кузов открылся своротину тут-то тепло а оттуда такой холод пошел прям сугробики сейчас растают сейчас ребята пообедают и будут грузить ждем мой обед пюрешка с кофе а что вариантов нет никаких есть хочется а больше нечего и негде грузимся стоим все еще я выехал с горячего бокса короче выехал и это смотрите я не знаю видно на камере нет да не по любому виду смотрите как он берется прям как будто прицеп у меня только не свая сделали а прицеп не сделали вот смотрите парит весь колпаки все грязные весь в потеках ну Витек там звонил он с этих с Чебоксары едет о а что у меня воротина открыта я же ее не закрыл нифига Витек с Чебоксары это говорит что там жопа полная все снег грязь все остальное поэтому пошел закрывать ворота ну все мы загрузились выезжаем вот что у нас тут чистенько все поедем потихонечку 14 13 33 встали на развязке где на Пероуральск Пероуральской развязке колейка собирается поэтому ну все вот грубо говоря пол третьего посмотрим сколько в ней будем толкаться 15 минут четвертого гора Волчиха осилена я думаю своротку вот где на ревду сворачивать до своротки пройдет уже час что у нас тут какой регион 142 ого как парит 142 регион книжка Гарри Поттер какая здоровая а впереди у нас 77 регион 77 у нас Москва а 142 регион если мне память не ошибает не изменяет это что-то в сторону Новосибирска а Кемерово Кемеровская область 142 да 142 регион это Кемеровская область вроде правильно сказал ну вот стоим а тут представляете вот буквально здесь вот сзади меня наверное вот там видно нет не видно здесь в сугробе там машина стоит с камерой за превышение все ходят я говорю в рацию здесь ближайшие полгода точно никто не нарушает чего там он стоит с этой камерой бензин только тратить не нарушает такие вот дела ну да если бы они тут сделали бы маленечко по качественнее этот разворот то я думаю колейка была бы меньше гораздо получается не мост там делали но его объезжаем вот объезжаем и здесь видите получается как вот на тонарах нагруженных хорошенечко тут можно и разуться я думаю видите какие неровности так маршрутку пропустить надо легковушка пропускает там у нас Первый Уральск там где-то в колеечке Русланчик стоит не видно ну вот вроде чуть-чуть двинулись но я смотрел с Волчихи видно было что сейчас буквально вот этот объезд этот мы пройдем и опять встанем в колейку там у нас потому что впереди светофор и это в общем такая машина чистая я чувствую она будет у меня такой грязной сейчас видите получается до Екатеринбурга это все было частенько там сейчас у нас в ту сторону в сторону Уфы то там и снег и соли все нахерачили и там ну на данный момент у меня тягач прям в идеале окрама грязноватая немножко а так все нормально очень люблю когда машина чистая и после каждого рейса я приезжаю ее и мою и не важно какой ну сколько градусов на улице то есть нежели это будет даже какое темно будет или не темно у нас там есть небольшое освещение очень приятно самому на душе когда у тебя автомобиль чистый и потом реагенты эти не реагенты все это самое скажите я скажу лишняя ржавчина она не нужна ну по крайней мере мне ну вот как я и говорил с развязки мы опять в колейку встали время у нас уже 1542 вот так все стоим чуть-чуть двинулись чехольчики да какие у меня крутые кстати даже кепонька есть у меня фирмина пошел я короче хоть разомнусь это что-то я уже устал сидеть проверить колеса все там движуха никакая не двигает все стоит что-то шипит подушка обачки закусочная большая товра пельмешечка вот окинная пошли есть ну все мы поужинали время 9 час вечера и мы выезжаем с нашей области приезжаем в республику Башкаркастан вот стела смотрите все в Башкирии такие дела рамка весового контроля которая находится со стороны Красноуфимска в сторону Месогутова это чит Красноуфимска Месогутова там на карте ее можно посмотреть на сайте вот этих рамок весового контроля самая больная рамка вообще мне кажется из всех этих рамок она все кажет раздутый тент там не габарит кузов раздутый не габарит там короче она каждую вторую фуру короче высвечивается там не габарит там пробито не пробито поэтому ребят имейте ввиду кто в эту сторону ездит то есть со стороны М5 в сторону Красноуфимска идет рамка получается перед границей Сверовской области по старым чертежам как говорится потому что это нахер на а потом бегать кому-то что-то доказывать что ты не верблюд а это бесполезняк давайте все имейте ввиду время у нас без 20 10 вечера добрались мы до Месогутова как раз едем через Месогутова сейчас на кольце поедем направо на башне и заправимся поедем дальше все заправляемся Русланчик он подтянулся льются денежки Русланчик вам на заправку приехал остановились водички набрать смотрите написано Коргазак да правильно а тут вот написано а тут написано у нас ку ргазак здесь смотрите буква о о здесь буква у еще как правильно через или через скользковато здесь а на улице у нас плюс один я думаю что за не это не замерзайку заливать нахера воду залив кстати вот знаете какая когда на улице минус тридцать вода прям теплая красотень какая источник вода кстати так себе я скажу нихера не айц почему потому что когда кипятишь хлопья в ней белые появляются а когда в бутылке замерзает а потом отходит то тоже хлопья белые появляются о далее водопад такие дела ладно пошел воды набирать видите место для набора воды там у меня льдинка вон надо ее растопить льдинка набирать мои фирменные галоши как вам адидас огонь все подтаяло видите коллега подсел думаем крутануться с рустанчиком развернуть его камазик сдал назад сейчас попробуют его с парковки убрать но если не получится развернемся крутанемся что-то я за хвост его цепануда вытащу вот такое вот бывает ночь ебалок или сука мучили сейчас менять будем ну что качаем запаски сюда пустовато была все у нас тут на двух домкратах стоит вообще по грязке какие дела время идет какая ночь что-то суета какая дорога конечно вообще просто я жесть какой-то я конечно уже снимал про трассу м5 какая она ухверенная вся вообще просто вниз я вообще просто не понимаю ну вы что кто это следит за этим участком дороге поймаешь вам срать но это же нереально это же такую аварийную ситуацию создаете когда люди объезжают эти ямы алё ребята как меня может кто-нибудь услышит нет может до кого-нибудь этот видос дойдет но это же вообще жесть вам мало тут статистики аварии на этой трассе м5 вы не можете элементарные эти ямы заделать тут на грузовике влетаешь эти ямы колеса лопаются знаете что с легковушками будет поэтому надо срочно изладить ни хера не думаете о дороге о безопасности посмотрите где вот ехать полос полететь так ну что у нас на наших часах не 00 а 848 848 и написано возможен гололед на улице плюс 1 градус плюс 1 градус в начале февраля красота поэтому ребята кто живет на юге не думайте что у нас холодно у нас охрененно тепло такие дела вот че так че у меня че у меня я все нормально еду вот на башнефти здесь солярка вот 61,40 стоит 92,49 и камаз куда-то собрался поворачивать поворотников у него нету вот наконец-то наступила самая замечательная и любимая моя дорога вот это прям красота здесь ехали вот этот участок дороги трассы М5 вот это Карпачева ваше просто хер все забили все нахрен никому ничего не надо сколько раз говорил в каждом ролике столько раз и буду говорить пока нахер не исправит есть невозможно а мы должны были приехать как бы по идее 8 утра в Уфу но в итоге мы в Уфу приедем где-то наверное начало 11 будет потому что у Русланчика бахнуло колесо пока мы его поменяли кашем и подтянулись там время было а кстати да ребята хотел сказать важный момент сейчас окошко закрою и музыку выключу важный момент очень важный приехали мы на парковку Ашаль ну вечно где там мы кушаем во первых все испортилось все стало не так раньше было лучше домашняя кухня вот во вторых время было 4 утра мы очень захотели в 4 утра кофе и яичницу нам отказали сказали ребята с 4 до 6 мы не работаем хотя мы зашли получается они говорят мы сейчас закрываемся ну блин вроде так что яичницу сделай с кофем прибирайся делай свой санитарный час кто-то мешает что ли в итоге отказали пошли в кафешку напротив вот пошли в кафешку напротив вот этой домашней кухни там тоже нам отказали она открыта была ой извините кафешка тоже сказали что ни хера и вот получается пошли напротив той кафешки в углу получается там гостиница какая-то там на втором этаже что-то света не было в этом кафе я не помню как она называется потом обязательно скажу еще сказали ну там оно в принципе не работало оно было открыто там темно работник отдыхал в общем посетителей не было еще нас без проблем он говорит что ребята вот яичницу с кофе можно да можно все свет включили все бах сделали мы похавали то есть как вот так вот клиентам да относятся я не понимаю также вот эта ситуация получается с кафешкой у Жорика кафешка это вот после своротки на Ашу на Уфу если идти также если на Челябинск идти перед свороткой на Ашу с правой стороны кафе у Жорика Жорик если ты меня смотришь смотрите там далеке Уфа какая большая Уфа Жорик если ты меня смотришь мои рекомендации тебе первая рекомендация чтобы повежливые были у тебя работники вторая рекомендация чтобы суп из куриной лапши был супом из куриной лапши с куриным бульоном а не какая-то похлебка как непонятно баланда как ВВС ё-моё второе печень у тебя вообще отстойная серьёзно не сочная сухая и туалет это что за туалет Жорик надо исправить ситуацию с туалетом срочно но это вообще это туалетом не назвать поэтому давай Жорик разрулить свою ситуацию а и сделай безнал что у тебя нет правильно поэтому давай Жора решай ситуацию а мы поехали дальше так время у нас 9 утра вот сейчас вот самое то в 9 утра заезжать в Уфу потому что до 9 утра ребята я тогда попал здесь просто все стояло здесь вот три полосы стояло все в пять полос прикиньте сейчас все четко все уже все успели на работу все уже уехали и мы спокойненько заезжаем то есть надо заезжать в город либо до того момента когда едут все на работу это где-то грубо говоря в районе 6 утра полшестого либо вот 9 утра все остальное время не надо сюда заезжать потому что это очень 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 все прям как маска в сети прям ну что мы соляризм не хотим ехать нам надо тогда как-то перестроиться потому что с какой скоростью газель пропускает раз пропускает аварийки маргнем соляризм поехал вот урод нет че газ нашел скот такой вонючий гаишники отсюда вообще не уезжают никогда что стоят здесь вот суета какая смотрите сейчас на мостик затягиваемся я вот единственное понять не могу вот мы едем прямо да так не надо переставить видите зеленые коридоры горят не в ту сторону это зачем они сделали движение по мосту вот как бы против шерсти им там мало что ли движухи видите здесь где разрешено ехать и не разрешено ехать как бы это вот 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 что такое вот уфа а вот здесь через 2 километра 200 метров 80 видите они и с той стороны едут и по нашей полосе едут впереди камера на 40 камера на 40 мы не превышаем нормальный едут четко 60 едут все по курсу короче надо заехать на стройку стоим в полосе в левой создаем помехи там сзади нас пробки они говорят езжайте туда в центр разворачивайтесь там короче и это и выезжайте там вот они будут перекрывать движение чтобы мы заехали смотрите как все растаяло как вы пешеходам ходить я думаю самый оптимальный вариант ребята сейчас вот в галоши перелазить вот такие чисто шахерские галоши грязище на дороге вообще лютое смотрите какие дома строят здесь издательство белая река это типография где есть федеральная налоговая служба у них там вот смотрите какие застройки дома большие какие строится уфа там тоже все новостройки там за заборчиком видите разгружают тонарчик пустанчик чуть не влез а что-то понять не могу почему меня разгрузят а как его будут разгружать но там тупик впереди вот такие дела в общем все мы лучше там торговый центр какой-то строить сейчас разгрузят меня руслана и поедем дальше грузить грузить вот потом кто будет кто живет смотрите этот видео видеоролик спустя какое-то количество лет посмотрите как здесь было и как стало потом какие дома здесь будут высокие ну все я разгрузился смотрите прям весна весна мечеть вот эта красивая ночью наверное светится очень как в Казани прям напоминает похоже очень Казани Казанский Кремль видите ее что-то реставрируют ну все я сейчас где-нибудь остановлюсь подожду Руслана потому что там в Ливоем никак не это самое не разгрузится и все и поедем мы с ним в Катаф Ивановск завтра у нас погрузка там ладно ребята всем спасибо за просмотр всем хороших дорог подписывайтесь ребят на канал буду снимать для вас какие-нибудь ролики с городов которые проезжаю а вот подождите еще не отключайтесь смотрите вот этот мост видите напишите в комментариях кто в Уфе живет что для чего так сделано то есть получается как бы я еду по своей полосе выделенной по мосту да и так же получается смотрите можно ехать по встречке и там и там стоят знаки что сколько полос открыто для встречного движения для чего это сделано непонятно какая красота то ли может быть когда что-то тут загруженность какая-то сильная или что с чем это связано главное по нашей стороне встречного движения же нет а вот только в ту сторону непонятно сжимаешь на дворнике и звук вранцы что-то фонит а здесь вот товарищи инспекторы работают как неровно где вот мне бы остановиться у Русланчика подождать не знаю даже где же мне остановиться кругом знаки стоят что парковка запрещена кто знает ну все выезжаем с Уфы а если ехать прямо там указатель аэропорт а вот кстати смотрите вон указатель аэропорт я просто когда ехал сюда обратил внимание что указатель есть а вот кстати парковка смотрите магазинчики наверное сюда и припаркую сейчас так 717 Камри пожалуйста увеличить ходу ну что такое что такое давай уже соображай куда тебе как поворачивать здесь я вообще как-то мне кажется на выезде стоять что такое что такое что такое Продолжение следует...